В 2022 году вся страна отметит столетие со дня образования Советского Союза. Двумя годами ранее, в 2020 году, Ульяновск отметит 150-летие нашего земляка Владимира Ленина. Подготовка к событиям всероссийского масштаба началась заблаговременно. Серьезные изменения претерпевает усадьба семьи Ульяновых, расположенная в городском музее-заповеднике. Основная часть работ пришлась на усадебные постройки. Никогда ими не занимались за все это время. Это 8 хозяйственных построек, крупных, честно говоря, запущенных. Уже 4 объекта получили новые крыши. До конца года мы все эти работы закончим. Уже реставрирован буфет, который находится в самом сердце дома музея Владимира Ленина. Столовое место, где можно было встретить всех членов семьи Ульяновых. Новую жизнь получил в этом году один из главных экспонатов музея – диван Ильи Николаевича. Долгие годы он находился в ненадлежащем виде. Сейчас мебель полностью восстановили. К слову, в этом году музею, построенному еще при жизни Ленина, исполнится 95 лет. Юбилей отпразднует новую фотодокументальную экспозицию, которая погрузит в атмосферу старого Симбирска. Первая часть ее посвящена будет именно Симбирску, улицам Стрелецкой и улицам Московской. Улица Стрелецкая, поскольку именно на ней поселились Ульяновы, когда приехали в Симбирск. А улица Московская, поскольку мы находимся в доме музея, который находился на улице Московской, ныне улице Ленина. Остальные части выставки посвятят единомышленникам Володе Ульянова, а также хронике дома музея. Экспозиция в разработке. С ее проектом ознакомился губернатор Сергей Морозов. Сегодня ранним утром он вместе с заместителем председателя регионального парламента Максимом Сурайкиным прошлись по усадьбе. Глава региона, пользуясь случаем, поблагодарил коллегу за выделение средств из областного бюджета на замену системы вентиляции в усадьбе. Эти работы начнутся в 2019 году. Мемориальный комплекс также ремонтируют. Туда первые лица региона отправились сразу после экскурсии по усадьбе. Один миллион рублей направят на приточную вентиляцию и воздухоохлаждение Ленинского мемориала. Специальные температуры и влажность необходимы для микроклимата фонда музея и самого здания. Здесь уже готова система автономного отопления. Сроком, ну кроме я еще то, что мы заканчиваем к 1 декабря следующего года. Все, мы услышали. Сколько у нас по срокам уйдет на фасады? Фасад минимум три года, Сергей Иванович. То есть это 19, 20 и 21 год. 19 тысяч квадратных метров. То есть три года, это 800 миллионов рублей на три года. В целом на оздоровление мемориального комплекса необходимо 2 миллиарда рублей. Сурайкин и Морозов успели обсудить бюджет области на предстающий год. Для нас, так и важно, сейчас найти дополнительные источники о росте бюджета. Мы рассчитываем на то, что бюджет на следующий год нужен, в консультентном бюджете Ульяновской области должен быть больше 60 миллиардов рублей. По словам зампреда законодательного собрания, основным резервом роста доходов является работа с теневой экономикой, то есть уход от зарплаты в конвертах. Разговор ТТТ о бюджете Ульяновской области плавно перетек заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных двум юбилейным датам. Губернатор сразу обозначил, несмотря на неоднозначную фигуру Ленина, относиться к нему как к земляку следует с почтением. Мнение главы региона поддержали. Губернатор также выступил с предложением присвоить имя вождя мирового пролетариата Центральному железнодорожному вокзалу Ульяновска. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.